ух ребята утро доброе ну кажется действительно доброе смотрите там солнышко тепло пойдем посмотрим что там происходит тут уже бубнит во всю бубу 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 вот еще и исчезла ел не упала и все нифига такая огромная ребята вот она вот она есть она меня укусит здоровая сильная погоди погоди ты ешь ее только тихо ты красивая тихо ты глупая тихо какая здоровенная да красота давай выпускаю пауну обратно сейчас в рукав как залезет тебе не надо мне где рыч улыбка то где натяни натяни не бойся рот не открывай я вообще про ящерицу сейчас норку найдет у тебя где нибудь и поселится там в штану в штанге по голове пошло терпи по голове пошло у тебя видишь у всех нормальных пиратов попугаи который пиастре пиастре кричит а у тебя ручная ящерица мы перекусили осетринкой креветочками и вот у нас тут костерчик горит даже даже такая есть радость все говорили костра не хватает он насколько сделали дров все у нас вообще прекрасно у нас даже может быть коп будет и даже может не только мишка найдет сегодня что-нибудь к нам приехал богдан новый член нашей команды экстремальный матрос рязанский кукой называется нашим это сам мероприятие цель экспедиции поиск грибов с глазами говорят они вот как раз в апреле в конце и выходят так как так сборы идут полным ходом богдан у нас помощника щели пик прямо чтобы мы без него делали стоянка освобождена мусора нет дровишки оставили хорошо за ночь использовали было 80 ампер сейчас у нас 53 ампера и я вам покажу через какое время произойдет зарядка 67 процентов сейчас вот это дорога Смотрите, вот эта дорога Бобры Давай разломаем Устроим потоп Смотрите, вот эта дорога 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 Ну и достаточно Все остальное остаточненько Дорожка, дорожка, дорожка. О, бобровая дорога. Бобролэнд. Ребят, вот по таким кольям бобровым спокойно вездеход ездит по этим заточкам. Для множества других колес это уже будет смерти подобная. Место сухонькая, горочка, вот что-то подозрительно прямо. Смотри, домовая. Можно посмотреть. Домовые ямы, давайте-ка остановимся, быстренько пробежимся. Что с температурой? Нормально. Хочу заметить, почему был здесь вопрос про температуру. Напоминаю, ребят, кто ездит на вездеходе Шерп, на других вездеходах, не знаю устройство защиты от засорения радиатора. Но на Шерпах стоит сетка перед радиатором, которую надо регулярно прочищать. Проехали по лесу, почистили сеточку, потому что она забивается листвой и прочими вещами. Так что надо при езде по лесу, по болоту, по камышам следить за температурой двигателя. О, ребята, и я монетился вроде бы. Да, монета. Ха-ха-ха. Сейчас почищу. Ох, ни пига себе, я такого не видел. О, а что это такое? О, у Васильича какой-то раритет поймался. Что клюнуло, Васильич? Не знаю я. Это вообще что-то... Тут такие заманчивые предложения появляются. Пойдем, сходим быстрее. Да, 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 да. Я лопату возьму с собой на всякий случай. Давай, 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 давай. Бежим, 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 бежим. Главное, не останавливаемся, да? Вот реально вот, ведь вы такого не видели. Посмотрите. Охренеть. Охренеть. Слушай, круто. Слушай, это что-то интересное. Что это такое? Монета. Ну, крутая это какая-то. Это какая-то очень старая. Да. Мы с тобой купим теперь два шерпа. Мне кажется, не три, не три, не три так. Как пальцем-то можно всегда, нет? Ну, песок, песок это самое, не надо. Так, слушай, подожди. Слушай, это, наверное, не российская монета. Ну, что-то да. Это какая-то дирхам какой-то. Это он и есть. Круто. Ты смотри, как он сделан. Вот узор. Да. И вот сверху, видишь, у него как корона якобы, да? Переворачиваешь, она такая же. То есть она с двух сторон одинаковая. Ха-ха-ха. Давай, это очень хорошая какая-то охота. Да, да, да. Блин, каталоги придется листать теперь. Я и подписчикам задаю вопросы. Ну да. Ну, мы почистим, фотки сделаем. Ребят, я ее после того, как чуть-чуть отчищу, я сделаю вам фотографии подробные. Пожалуйста, помогите мне определить, что это такое. Что это за монета? Уже позже мы выяснили, конечно же, что это за вещь. Это была печать, предположительно 17-18 век. Принадлежала какому-то однодворцу или дворянину. Кому конкретно, понятия не имею. Этим занимается целая наука. Называется сфрагистика. Наука о печатях. И выглядела она когда-то вот так вот. Ну что ж, хорошая находка. Поехали дальше. Класс! Вот это я нашел находку, а! Два рубля, ходячка! Ребят, ну видите, я стал на два рубля богаче. По крайней мере, на эти деньги я реально могу себе что-нибудь докупить. О, красавчики! Такса у меня, как обычно, непонятно что это. Лемех, кусок лопаты, топора или монета. Ну, Богдан две монеты, уже две деньги нашел. А я, ребят, нашел какое-то кольцо. Перстень знатного князя. 15 век. По узору, мне кажется, Милославскому принадлежало. Он как раз здесь проходил. Когда польских ляхов лжедмитрия второго ходил уговаривать. Вот здесь они проходили. Ну ладно, счастья он никому не принесет. Милославскому он тоже не принес. Так и сгинул. С плохой историей. Пуля, ребят. Пуля. Слушай, я нашел вторую часть от гильзы. Которая вылетает оттуда. Ну, ну да. Какая-то катанка, да. Пуля. О, стол находок. Очень хорошо будет. Все старое. Ну да. Чтобы наел, оно все старое. Да, да, да. И все самом найдено. Да. Ну вот, ребята. Я чешую поднял. Наконец-то. Почищу потом. Конь, всадник на коне. Ищи, там много должно быть теперь. Чешуя. Там много ищи. Думаешь? Да. Кошелочка, да, какая-то? Обычно. Они же меленькие. Обычно прям вот по нескольким штукам. Ага. Класс. Ребята, чешуя. Крутяк. Блин, место хорошее, да? Вот хотели далеко ехать, а раз. Слушай, ну прям, ты прям все как тюрьмо. Да, да, да. Ребят, кольцо. Ну, кольцо без вариантов, его надо копать. Точнее, не надо копать, а хочешь не хочешь, а ты его выкопаешь. Потому что звенит оно приятным, богатым сигналом. Опа, перстень. Нет, пуговица. О, ребят, пуговка гирь какая красивая. Старая при при старая. Опа. Кольцо. Кольцо? Да, медное. Колечко, ребят, вот такое вот еще. Нашлось. Хорошо. О, наконечник. С резьбой. А? Да нет. Шестигранный. Шестигранный. Шестигранный наконечник. Семнадцатый век. Вот, туда вот надо, вот на твое место. Не, вот где ты монеты нашел. Так, ребят. Ну что, нашли места, где более-менее попадаются монеты. Сейчас там чуть-чуть шурфа сделаем. Шурфить у нас будет шерп. Попробуем, посмотрим, сколько сможем снять слой. И будет ли какой-то результат от этого. И будет ли какой-то результат от этого. Мэтома. Вот такой вот. И будет ли... Мэтома. Чёрный. Нет, шерп, ты не шерп, ты кабан. Что, кайфово? Тема, да? Шерп пошел. Сантиметров 10 я тебе точно снял. Наверное, снял. Работы добавил. Посмотрим, результат будет. Я думаю, теперь можно еще поискать кое-что. Нет. Уже? Ха-ха-ха-ха. Мишаня, мне кажется, это очень хорошая лопата, да, у нас? Нормально. Не, ну приколи, сколько бы надо было так снимать это, да? Ну да. Вот прям 10 сантиметров снял, сейчас дальше можно звонить. Ребят, это тема. Это тема, да, Мишань? Прям вот местечко находишь, где что-то было находочки. Раз-раз-раз его выкатал, потом еще выкатал. О, нашел, да? О, видишь, красавчик какой. На шурфе-то, да? О, у меня что-то тут тоже на шурфе. Слушай, а на шурфе-то знаешь, как легко копать? Дерна нету? Да, да, да. О, крест. Половина креста, блин, сломанный. Ну большой. О, ребята, крест. Шурф-то дает свое дело, здесь не было сигналов вообще. Этим, шурф это серьезное дело. Ну так вот, а смотри, мы за 5 секунд сделали его. Посмотри, какую площадку раскатали просто. А у нас есть уже, я две нашел. Да, ребят, кусок подковы. Вот, ребят, обломочек медный, какого-то то ли украшения, то ли чего было. Шурф дает свои плоды, монеты, ребята, поднимают. О, Богдан, какую нашел кокарду. Круто. На ней была, походу, эта самая еще накладка с изображением чего-то. А монеты где? Монеты папы. Видали, у нас кабаны прибегали? Раскопали. 1868 год, две копейки. Ничего, Васильич, он сегодня у нас отличился. Нашел дирхем какую-то, какую-то такую, монету такую. И нашел этот, чешую серебряную. Ну я 2 рубля ходячки нашел. Крутяк. Коватый. Я его восстановлю. О, тут клеймо есть еще какое-то. Что это тут? А насколько древний? Ну кто знает. Не, просто полоски какие-то. Во, ребят, вот такой пятачок нашел. Нашел. Кто нашел-то? Я нашел. Не, 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 подожди. Вот такой пятачок я, ребята, нашел. Вот так мне повезло. Да нет, это нас Алексей нашел. Который год дыхать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лопатой ты его дал, что ли? Аня, свежая. Да, свежая. Кот снул лопатой. Покосал, теперь выбрасывай его. Выкинуть он же ничего не стоит. Выкинуть. Давай, я его выкину. Я знаю, я знаю. Я его выкину. Ну это мой топор-то, конечно, лучше. Вот топор я нашел. Но топор Женя нашел. Сейчас Мишаня найдет тоже что-нибудь. А я пойду, ребят, шурф сделаю, где я нашел чешую. Раскатаю там все. Ну что, встряхнуть вам, нет? Давай, давай, давай. Давайте, пока я здесь. Василич, ведут артефакты. Пойдемте посмотрим, что получилось. А получилась у нас вот такая красота. Совсем неплохо. Вот совсем неплохо. Сейчас попробуем. Чешуя! Да! Ну вот, ребят, еще одна чешуйка. Класс, ребята, моя вторая чешуйка. Поменьше она. Ну, продолжаем искать. Шурф дает свой результат. Ну вот, ребят, третья чешуйка у меня уже. Третью штучку поднимаю. То ни одной, ни одной, сколько времени. А теперь третья. У меня сегодня вообще денек козырный. Ху-ху-ху. Ну вот. Третья чешуйка. Все разные формы. Посмотрим, потом почистим их. Шурф-то дает свой результат. Я вот здесь вот, после того, как нашел первую чешуйку, не мог ничего больше найти. Звонил, звонил. Лазил. И ничего. А тут бац! Еще две штучки поднял. Чуйку выкрутил на приборе уже почти на максимум. Четвертая. Шурф-то что творит, а? Чудодейственный. Надо крутить. Сейчас я это вылохмачу, потом еще покручусь. Вон у меня, видишь? Вон разный, видишь, поформер. О, Женя монетный. Женя, в чем хороший какой-то? Какой-то? Ну-ка, ну-ка. Что нашел, Женя, говори. Хорошая монетка. Давай, рассказывай. Я тоже что-нибудь хочу найти, потому что все уже что-нибудь нашли, а у меня только какая-то шляпа. Ребятки, я что-то интересное нашел? Ну-ка. Украшение какое-то. О! Да, смотри. Ха-ха-ха. Правда, смотри, смотри, Гер. Ну-ка, Мишенька. Смотри. О! Мордастая какая штука. Это, может, от конной. Или от сбруй какой-нибудь. От сбруй что-то. От упряжи что-то такое. Да, молодец. Крутая штука, смотри. Так, у меня сегодня прям бомба день. Прямо с куском горла. Еще, ребят, чешуя. Ну, такая плохенькая. Плохенькая. Пять уже. До завтра здесь буду их собирать. Есть. Чешуйка еще одна. Оп-па. Еще, ребят, чешуйка. Маленькая-маленькая совсем. Блин, вот ты мне после этого копа в каталогах-то порыться придется. Гвоздь. Старинный, да. Кованый. Смотри. Ну, вот еще одна. Вот здесь она где-то. А, зараза. Уронил. А вот она чешуйка. Вот она? А вот она чешуйка. Большая. Большая чешуйка здесь. Да. Да, вот она, ребята, чешуйка-то. Хорошо. Так, ребятки, мне опять повезло найти что-то такое. Из украшений. Сердечко какое. Бабло осыпалось по столам, кулаком били. Так, ребятки, будем опять шурфить чешуйное место. Ну, что, неплохо вроде? Да, что можно, ребятки. Стряхнул-то заново. А ну, здесь есть. Да, есть, конечно. О! О, где-то тут. Вот она. Ха-ха-ха! Вот она еще чешуйка. Поглядите. Ох ты, какая серебролечка. Я даже не знал, что это. Мари, Богдан. Что такое монета-чешуйка? Чешуйка – древнерусская монета, получившая свое прозвище из-за своей формы, похожей на чешую рыбы. Чешуйки в основном изготавливались из серебра и в меньшем количестве из меди. Возможно, существовали золотые чешуйки, но в торговом обороте они практически не участвовали. Номинала чешуйки не имели. Ценность их определялась по размеру, а точнее по весу. Естественно, серебряные монетки ценились дороже медных. Кстати, серебро в ту пору имело большую ценность по отношению к золоту, чем сейчас. За один грамм золота давали где-то 10 граммов серебра. Так как в чешуйке важен был вес, на форму и содержание особо внимания не обращали. Чешуйки делались из кусочков расплющенной проволоки. Форма таких заготовок была слегка вытянутой и похожа на чешую рыбы. Изображение со штампа полностью на чешуйку не помещалось. И чтобы определить, что же там изображено, надо иметь несколько монет, изготовленных на одном штампе. Благодаря такой технологии производства отыскать две одинаковые монеты практически нереально. Разновидность чешуйок огромная. В каждом княжестве на Руси у каждого князя было налажено производство собственных монет. На одной стороне чешуйки была надпись. В основном имя или инициалы князя, а на реверсе рисунок. Рисунки на монетах были разными. Это мог быть всадник с копьем и какой-нибудь мифический зверь. Кстати, хоть Русь и была крещеной, но изображение на монетах язычки символов было в порядке вещей. Чешуйки были в ходу вплоть до денежной реформы Петра I. А так как это были мои первые чешуйки, потому и радость такая великая. Завидуйте мне те, кто уже их находил. У меня еще столько открытий впереди. Есть, вот он. Да, не липнут просто. Чешуйка. А? Ты что-то сегодня совсем... В ударе я, да? В ударе я, ребята, сегодня. Ух! А кто его знает? Ребята, гляньте, какую интересную пряжку поднял. А это от чего такая? Восновая. А, отремни? А, отремнишка, да. Восновая. А ведь не было, ты понимаешь? Опять ходил. Не было. Я же все пробивал. Да. Оп. И сейчас вот ходил же не было. Опа, есть. Вот она. Вот она, ребята. Чешуйка. А ничего, блондинка ищет их нормально. Вот она. А, красота. Не знаю, сколько там в земле осталось, не знаю, много еще. Я сейчас еще крутанусь. Пробью еще крутанусь. Посмотри у меня их сколько уже. Да, сыпь вам сколько. Ха-ха-ха. Есть. Ха-ха-ха. Есть, ребята. Еще чешу я. Помятая чуть-чуть. Но, тем не менее, вот она. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, что, пересчитать? Да, чтобы не обвинять. Нет, чтобы не обвинять. 15-е должно быть. А так молодые вдруг не дадут. Не дадут, да? Смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один с двенадцать. Ну, три, я же тебе сказал. Я же чувствую это все. Вот, ребята, еще одна чешуйка. Крупная, хорошая такая. Не-не-не, чешуя. У меня тут пробок нету, Миш. А вот она. А у меня чешуя. Ха-ха. Ну, вот, ребята, еще одна чешуйка. Сходу прямо. Шурф-то. Шурф-то что делает, шарпотворящий? Вот, еще одна. Еще одна. Ребятки, еще одна чешуя. С ума сходит у меня. Уйди. Со своей каркалышкой. Она мне, блин, у меня голова взорвется, думаю. Ёки-палки. Такую наводку дает адскую. Она у тебя на всех частотах сразу ищет. Не удержались, не удержались. Смотрите, смотрите, да, все сюда пришли. Ёлы-палы, вот это я начешуялся сегодня, а. Стоп-стоп, друг на друга. Да-да-да, точно. Начинают. Нет, где-то тут. Пусть ты этого, ищи. Тебе за час найдешь, богатый? Конечно, за час найдешь. Давай, ищи. Ну вот. И смотри, ты его должен включить. Угу. Вот ты его включи, и ни к чему не прикасаться. Угу. И только потом уже к земле. Угу. Лежит на глазах у нас. Колечко. Колечко. Любое кольцо оно как цветной металл. Извините. Понял. А, нет. О, перстень. Перстень. Офигенный. Охо-хо-хо-хо. Охо-хо. Нет, медный, но такой старый. Это предсказательный колось. Вот такой, ребят, перстенек. Это такой он. Барский? Барский. Барский. Барский перстень. Еще себе. Слушай, место здесь, да? Шикарный. Шикарный вообще. Вот так вот, ребята. Барский перстень достал. А? О! В надежде узнать, что это за перстень, я перерыл кучу фотографий, форумов и прочего. Ребят, нету такого, ничего похожего. Может быть, кто-то знает, что это за перстень, какой эпохи. И может дать какую-то информацию. Пишите в комментариях. Я буду очень признателен. Ты теперь при деньгах и при перстне. Да, я вообще в положении нормальном. Туша, а интересно сделан-то. Офигительно. Сделан-ка. Да. Ух ты, ух ты, ребята. О, какой хороший. Это я нашел перстень. Это я животя. Смотри какой. Да, крутая штука. У меня мука. О, у тебя доисторический. Да. У тебя более старый, скажем так. Да, потопный. О, ребят, перстенек. Какое серебро. Красота. Михаил Юрьевич, не шурши мне в ухо, пожалуйста. У тебя вообще этот, этот какой-то, такой, доисторический. Ну, посмотри, как интересно. Да, да, я говорю, какой-то этот. Газурный. У меня такой современный, скажем так, по сравнению. Ну, может, какой-то там девятнадцатый. Класс. Хорошо. Ой, не снимайте. Ой, да. Ой, не снимайте. Я дома сниму. Я дома сниму. Да не, мы палец отнимем. Мы умеем. А представляешь, это может быть на пальце и в земле и было. Вполне. Вполне, да. Ну что, что делаем? Кушаем? Может, попьем? Может, чайку попьем давайте? С конфетками, да, термос? У меня есть сейчас быстренько. Можно колбаску, хлеб, там, сыр, это самое. У меня только магазинный, правда, есть. Не, у нас есть. Есть? Ну, давайте нарежем бутеры на доске быстро, да. Вот они, ребята. Копательные руки-то, да, вот они. О! Вот пастеты есть, например, всякие. Вот, сейчас с хлебушком навернем. Пастет гусиный. Все, ребята, пять часов, и мы вот сходу прям просто речку переехали и нашли вот такое место. Копай, закопайся. И я думаю, здесь еще и завтра, послезавтра надо бы копать бы. Куда только вертолетами. Да. Или на шерпе. И это самое. В общем, вот такие интересные места. Вот кабанчики, видишь, порылись. Показал себя очень хорошо шерпа-шурф. Очень результативно. Одна чешуйка, и в итоге после трех шурфов 15 чешуйок я здесь поднял. Вот так вот. Все работает. У нас перекус. И пойдем к воде, к большой реке. Богдан, сколько нашел монеты сегодня? Семь где-то. Вообще мы все хорошо поискали. Женя молчит. Если он 2, то 2 рубля ходячки нашел. Не, я тоже нашел. Нашел самые реальные деньги. Монет 5 нашел я. И это. Пертенечек очень хороший. Я всех победил. У меня что-то там 17 монет что ли. Все, ребята, уезжаем. Еще там не копано, там не копано, там не копано. И вон там не копано. Еще работать и работать на этой точке. Но мы поехали новую искать. Не вижу повода не видеть. Смотрите, какое место. Согласны абсолютно. Лесничество здесь было. Что до нету было, не знаю. Посмотрим, что можно пробежаться. А вот. Что-то какая-то интересная фентифлюшка у меня. Это какой-то был. Кранчик какой-то был. О, я барану нашел. А, нет, велосипед, ребята. Да, я велик нашел, смотрите. Велосипед нашел. Походу, орленок какой-то. У кого такой был? Кто узнает? Да исторический. Да исторический. Названий нет только. Ребята там схрон посуду нашли. Это у нас, ребята, совета. Ну, вижу и серп, и молот, и звезда. 20 копеек. 20 копеек, ребят. 30... 34-го года. Щитовик. Дедненький, хорошенький. Ну, не так, чтобы прям совсем, но, по крайней мере, все видно, все написано, все видно, все читается. Шуршат, звенят металлики. Ну, вот, ребят, монеточка. Советики. У-у-у, советики. Ранее. Копеечка. 1933. Хорошо, в коллекцию пойдет мне. 1933 год рождения моего отца. Хорошая копеечка. Вот, ребят, компас нашел я. Компас. Компас у меня в детстве был такой. Пойдет 100-т на ходок. Ну, собственно, проверили местечко. Советские монетки, советский мусор. Ничего интересного. Поехали дальше. Нам еще надо было переплыть широкую и полноводную сейчас реку. Ой, надо было раньше выезжать. Собственно, смотрите сами все дальше. Подъезжая к реке, мы проехали по разливам. Где-то метров 600 стояли скротки. Я посмотрел на небо, в принципе, налета гуся не было. И мы прошли, ну, 600 метров, где-то 500-600 метров от них. После чего сорвался уазик от скротков, прям, который стоял на скротках прямо. То есть, начали предъявлять претензии, что мы разогнали всех их гусей, которых, в принципе, налета не было. Я посмотрел перед тем, как проезжать. И их уазик на скротках никого не пугал, а наши два вездехода, которые там по разливу проехали, распугали всех гусей. Ну, как бы, смотрите. А что, налета же нету, гуся нету сейчас. Как бы, когда он летел. Я что, просто так, что здесь стою? 18 штук взяли, его нету. Не, на моих же каталжи стою. Ну, далее слетелась мафия, короче, охотников. Мы просто взяли да и уехали. Ну, не должны мы смотреть, стоит скородок, не стоит у тебя тут. Если бы я его видел, и был бы налет гуся, да, я бы объехал. Я видел скородок, но налета гуся не было, не летел гусь. И почему я его должен объезжать за 2 километра? Ну, и потом стоят сами на машинах, на скротках, на своих же, стоят на машинах. Вот с этим проблем никаких. А с нами есть проблема. Может быть, есть. Может быть, она называется зависть. Или как-то так. Вы тут катаетесь просто так, а мы тут охотимся. Ребята, какая вам разница, откуда вы знаете, как мы катаемся, зачем мы катаемся. И вообще, кто вас должен спрашивать, чтобы здесь ездить? Огораживайте забором, никто не проедет. Чуть в сторонке переплывите, чтобы здесь не спускаться. Чуть в сторонке. Звучит приблизительно так же. Чуть в сторонке. Чуть в сторонке. Чуть в сторонке. Чуть в сторонке. В сторонке. Да над полем в бронзе Поднималось солнце. Солнце поднималось. Битва начиналась. Битва начиналась, сила собиралась, Собиралась сила, мечи приносила. И старым лад вышли, лаялась, За святую Русь, за родную мать. Давай с канта, а края не видать, Господи, спаси Рязанскую Радь. Обучались младу, биться там, где надо, Там, где надо биться, Воронье кружится. Воронье кружится, крови не боится, Не боится крови, что на поле боя. И старым лад вышли, лаялась, За святую Русь, за родную мать. За войскам канта, а края не видать, Господи, спаси Рязанскую Радь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте мы ждем, вы наверх зайдете, потом мы за вами. У меня что-то это, надо, как называется, посмотреть, может забилась это, как называется, сетка. Температура-то 80. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Переплыли Аку сейчас вот там вот перед плотиной И приехали Такой крутой высокий берег Гуси видите сидят гуси Так ребятки вот у нас такая беда случилась Не да закрутили крышку топливную и попала вода И вот кое как сюда дочопали Сейчас слили А где у нас банка кстати волшебная Вот ребят смотрите видно Вот тут соляра А вот в этом вода Вон вода вон солярка И грязи посмотрите сколько И здесь можно посмотреть Красиво будет? Да и в этом вода была Вон вода осталась Ммм какая вкусная Это у нас этот Как его Б-52 сейчас будет Ты заверх возьми Б-52 сделала А то за перчаткой не видно ее Контраст Нет Я ее еще покажу Вот она Вот она Вот она Сверху солярка Сверху А что за водичка А мы думаем что у нас топливо Топливо не уменьшается Болотная вода Болотная вода С канавы наверное Смотрите какой замечательный Соляра хорошая В гору на воде Водосаки Водосаки Вот шерп чудеса творит Солярка хотела Причем сдалить воды И вот доехали А теперь вот избавились Теперь есть солярка Сделали на эмульсии Сделали Мало было у нас солярка И доехали Супер конечно Больше А самое главное Удивлялись Ну как так Мы едем едем А солярки все больше и больше Я же вас спрашиваю У ребят как падает датчик А у нас он А у них увеличивается На месте всегда Ребята Сегодня коп был вообще жесткий Посмотрите Женя Он как стаскал тапочек Жень тебе приятно? Очень Класс Ребят приятно Когда Можно вот Идти Копать 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 И вот Встретить Вот так вот Вечер У нас сегодня был Офигенный коп Офигенный Реально И у нас сегодня будет Офигенный вечер Мы сегодня Отдохнем Выспимся Ох хорошо Ох хорошо Вот ты докопался До чего Да Мишка Ну все ребята Вот так вот Мишка докопался До бурбушек Чтобы почувствовать Настоящее Как нужно Покататься по лесу В пол Да 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 Ах хорошо Ребята Это конечно Не Огриль Но это По любасу Тоже будет вкусно У меня такой же Грильборд Есть дома Короче Тоже жарит Но Для этого Надо будет Генератор Киловатта Натри Вам С собой Брать Поход Так что Тут Без сомнения Огриль Рулит Лысый Что такое Просто Киловатта Рулит 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 Рулит